всем привет добро пожаловать в мою оранжерею ну как вы видите сегодня мое видео будет об адениуме то есть я буду пересаживать свои взрослые растения приготовлю грунт при вас и пересажу посмотрю их не укормирую потому что пришла весна и хочется мне поменять грунт им успеть до цветения чтобы они у меня набрались сил и в новом грунте конечно будет больше питательных и витаминов всяких разных положу еще чтобы они у меня цвели хорошо летом но я вот как раз тут размочила кокосовый субстрат вот он у меня такой рыхлый стал просто я сейчас беру одну часть субстрата кокосового и сюда буду сейчас добавлять понемножку всего грунт для кактусов беру обычные для кактусов любой сюда я добавляю земли вот так вот примерно перемешать и в грунт я сразу сюда добавлю удобрение осмокот 4 ложечки добавлю я потом просто еще в горшочке 5 горшочки немножко потом еще это удобрение длительного действия на 5-6 месяцев состав очень хороший азот содержится фосфор и калий что нужно именно для цветения и для роста тоже я его уже использовала для адениума мне в принципе нравится результат попки нарастили и они у меня летом в общем-то цели хорошо ну я сейчас вот я грунт уже приготовила вот видите он даже не пачкает трубку чистый ну начнем с этого это у меня адениум я его заказывала вьетнама софт называется если на русский перевести солнце и луна цветет конечно очень красиво он у меня уже третий год вот этот отель я буду убирать старый мне он не нравится но он уже конечно все уже желательно поменять он уже просидел здесь достаточно уже времени и посуду я другую здесь конечно он по себе наверх тел но я ничего обрезать не буду все оставлю так как есть вот эти корешочки хорошие у него там видите папулька какая интересная там такие кренделя вообще ну все я его сейчас оставлю пусть наращивает себе попу посмотрите как кури тельце у него считаю что классно вообще сейчас он за лето еще больше будет здесь здесь там прям интересно но до осени его трогать не буду но может быть и осенью тоже я оставлю в этой посуде его горшок я ему вот выбрала на пять с половиной литров потому что я ему буду наращивать попу и он у меня будет здесь сидеть до последнего пока не укрыться стенки горшка решила вот так с ними ну вы видели керамзита я положила сейчас так две лопаточки 2 3 закинул гурунт рыхлый очень он если после полива прям вода будет проходить но я вот туда уже кинула осмокот да ну там как каплю в море сейчас я еще вот так каждый горшочек буду добавлять дала ждала осмокот поэтому не пересаживала обременно вот я буду его вот так вот немножко держать и буду засыпать то есть я ему сейчас углублю чуть-чуть не сильно и спрячу корешочки все пусть наращивает себе красивая форма красавчик очень конечно интересное растение которое не похоже ни на какие вот один дружочек готов не считаю что ему хорошо здесь будет я говорю сейчас пока он тело свое вот сюда вот не упрёт я из этого горшка его не вытащит ну следующее это сеянец мой но ему года три ну плюс-минус вот не могу точно сказать может даже предыдущий постарше конечно посмотрите коса какая смотрите обалдеть вообще это сеянец как я уже говорила кстати вот у него смотрите он у меня стоял на окне и маленько подмерз у него попа была бы вот такая я его обрезала и вот еще даже от угля черная осталась и вот он смотрите мне в благодарность что там нарастил то у меня вообще красавец конечно но сейчас я ничего ему не буду оголять я хочу еще побольше нарастить формы красивые ему его просто пересажу в другой грунт ну ему также сейчас еще добавлю осмокотика что-то не могу я его никак в этот горшок засунуть вообще мне не хочет влазить никак а вот здесь я сейчас побольше дренажа сделаю и здесь он как бы ему хорошо будет добавила керамзита на дно добавила керамзита на дно вот так вот так же все осмокот и сейчас буду его вот этот корешочек вот так вот ему загну его и вот так вот поставлю его даже можно немножко вот так вот выращивать в наклон можно в общем решила пока прямо его посадить а потом посмотрю как он там нарастит себе форму там нужно будет поинтересно сделать вот теперь этот мадам баттерфляй так как мне его ой тяжелый нарастил о сейчас посмотрим что он тут вот ох тяжеленький ну какая красота у него прям прям а здесь то какой он широкий стал вообще так что пусть дальше тоже тоже ничего я не буду чистить ставлю так все как есть ну это то конечно у меня все широкие но я думаю что он залезет прекрасно ему там очень хорошо я боялась что он здесь не залезет нет хорошо прошел малышам я тоже хочу грунт поменять но это будет уже следующее видео я думаю что сейчас тоже форму хорошая себе здесь нарастит за лето такой вот красавчик ну теперь остался мой большой адениум он у меня прям звезда ютуба ну это так кавычка конечно вообще он очень много всего перенес и обрезка и формирование корней и очень много на нем 4 сорта прививок сделано разных сортов но он у меня видите весь подстриженный как бы я крону сформировала и тоже хочу теперь ему поменять грунт и вот у меня наверное проблема будет его оттуда извлечь он очень тяжелый ну вот достала ой как его у него видите ой корень какой ой искал выход видимо искал дренажное отверстие не мог найти ну корешочки ой вот тяжелый очень тяжелый очень там тоже он конечно еще кренделя наворачивает он у меня же кстати цвестито собрался но ничего страшного нет ну вот сейчас я хочу просто его померить хотела просто одинаковые горшки вот боком только он не хочет сюда заходить так сейчас надо подумать что делать с ним я потому что в том тазике его не хочу оставлять а этот маловатый ну вот нашла из такой же серии что я хочу просто одинаковые горшки все таки тот вообще маленький просто он даже не владит сейчас я смокотику добавлю теперь горшок большой побольше добавлю пусть жирует пусть жирует ну а этот горшок то ему прям вообще тонко-тонко вот видите вот так вот его буду засыпать тяжеленький тоже ну вот так у меня получилось ну они конечно мне больше нравятся в этих горшочках и им будет лучше тоже ну сейчас я уже буду ждать от них цветения потому что у них уже там вижу везде появляются бутоны ну такая пересадка она в принципе не знаю не влияет если аккуратно все перевалить то они цветы не сбросят но если сбросят даже они быстро наберут главное грунт поменяла самое главное для адениума я уже не раз говорила это солнце и тепло и поэтому нужно подойти очень правильно с поливом это наверное самая такая важная ну допустим у нас прохладно да еще адениумы я поливаю очень редко когда прохладно я просто смачиваю им вот верхний слой из поляризатора только всего-навсего и все а когда тепло когда тепло солнечно и когда я знаю что грунт пересыхает полностью я им конечно могу устроить душ то есть я могу их провить но это делается тогда когда тепло потому что у адениумов нужно грунт простушивать в следующем видео я буду пересаживать своих малышей ну им как малыши уже год тоже хочу поменять им почву ждите увидимся в следующем видео в следующем видео в следующем видео в следующем видео в следующем видео